Больше снарядов и больше ракет для Украины. Евросоюзы НАТО ищут способы, как усилить поддержку Киева. В связи с этим евродепутаты и топ-чиновники Альянса достигли новых договоренностей. Об этом детальнее сейчас расскажет наш специальный корреспондент в Европе Виталий Сизов. Он с нами на прямой связи с Брюсселя. Виталий, здравствуйте, вам слово. Добрый вечер. Да, действительно, Совет Европы и Европарламент договорились об увеличении производства боеприпасов и ракет в Европейском Союзе. В ночь с 6 на 7 июля Евросовет сообщил, что достигнуто предварительное соглашение об акте по поддержке производства боеприпасов. Президент Европарламента Роберто Миццоло приветствовал этот шаг и свое мнение по поводу принятия этого акта она опубликовала в твиттер-аккаунте. Горжусь скорым соглашением между Европарламентом и Советом ЕС по увеличению производства боеприпасов с выделением 500 миллионов евро. Мы ускорим доставку в Украину и пополним запасы. Наша поддержка Украины неизменна. Сколько нужно? Роберто Миццоло, президент Европейского парламента. Это решение позволит мобилизовать полмиллиарда евро из бюджета Европейского Союза для поддержки наращивания производственных мощностей. Глава европейской дипломатии Жизеп Борреля, он в этом процессе главное лицо, он приветствует, так же как и Миццоло, увеличение производства. И давайте дадим ему слово. Мы предпринимаем большие шаги для усиления промышленных производственных мощностей ЕС по производству боеприпасов. Нам это нужно, чтобы продолжать нашу поддержку Украины и пополнять запасы государств-членов. Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, в твиттер. Еврочиновники считают, что сейчас самое подходящее время для такого решения, ведь они, естественно, следят за ситуацией в Украине и хотят поддержать наступление украинской армии. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн подчеркивает важность такого фактора, как скорость в предоставлении этой помощи. Об этом она тоже написала у себя в твиттере. Акт в поддержку производства боеприпасов увеличит производственные мощности ЕС и пополнит запасы. Это ускорит доставку боеприпасов в Украину на этом ключевом этапе войны. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии. В соответствии с этим актом появится инструмент, с помощью которого Европейский Союз будет оказывать финансовую поддержку, укреплению военных производственных мощностей. Как это будет работать? Это будет работать через гранты, способствующие усилиям европейской обороны промышленности. С помощью этих грантов производители будут устранять слабые места, которые сейчас есть в цепочке производства. Кроме этого, будут новые правила, которые облегчат доступ к финансированию для компаний Европейского Союза через так называемый фонд наращивания. Это позволит облегчить доступ к государственному, но и не только, и к частному финансированию. В целом, это позитивный сигнал накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Конечно, Европейский Союз это вовсе не НАТО, но практически все члены Европейского Союза являются одновременно и участниками Альянса НАТО. Это создает необходимую позитивную атмосферу накануне этой встречи. Ведь ни для кого не секрет, что когда она готовилась, участие в ней президента Украины Владимира Зеленского было под вопросом, потому что он неоднократно заявлял о том, что он ждет четких сигналов от Североатлантического Альянса, о том, как будет обеспечено будущее членство Украины в этом военном блоке. Естественно, опять же повторюсь, что увеличение боеприпасов это не имеет отношения к НАТО, но создает позитивную атмосферу. И это идет в комплексе с другими решениями, с такими как создание Совета НАТО-Украина в рамках НАТО. И, в принципе, вся эта ситуация, она меняет атмосферу. И уже сегодня стало известно, что президент Украины, он все-таки планирует принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Давайте послушаем его цитату. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета НАТО Украина. Это будет платформа для кризисных консультаций и принятия решений, где мы все представлены как равные, отвечая на общие вызовы к сфере безопасности. Напомню, что это решение об увеличении производства боеприпасов, о поставке дополнительных боеприпасов в Украину было принято еще 20 марта 2023 года. Это знаменитое решение о предоставлении одного миллиона снарядов и ракет в течение следующих 12 месяцев. Это решение содержало три трека. Первый трек – это было предоставление уже существующих произведенных снарядов, которые есть на складах стран-участников Европейского Союза. Трек номер два – это пополнение запасов государства, членов Европейского Союза. И, наконец, пришли все-таки к третьему треку. Это наращивание производства снарядов непосредственно на территории Европейского Союза. Это идет в комплексе с решением Европейского Союза укреплять свой суверенитет. Общая стоимость этого плана на момент его принятия составляла 2 миллиарда евро. Это, напомню, было в марте этого года. Студия. Виталий, спасибо вам. Напомню, с нами на связи был Виталий Сизов, специальный корреспондент телеканала Freedom в Европе, на прямой связи из Брюсселя.